Лягушки или жабы в Китае очень почитаемые животные, существа. Кстати, китайцы не различают, где лягушки, где жабы. У них это все лягушки. Они их никогда не убивают, это практически священное животное у них. И поэтому в фэншуи существует очень важный символ, вот такая вот трехпалая жаба или лягушка, простите, китайцы. В общем-то, сначала такая вот трехпалая жаба была очень злая и всячески творила козни людям. Но Будда сумел ее покорить, приручить, и после этого жаба стала приносить людям только добро и богатство. В общем-то, символ богатства, денег. Вот здесь вот во рту обычно у нее вставляют такую монетку, монетку обязательно иероглифом вверх. Монетка не должна быть не приклеена, не как-то там заодно быть скульптурная эта композиция. Она должна быть обязательно выниматься. Ну вот здесь ее нету, но всегда можно ее сюда вставить. Вот любую монету, хоть копейку, хоть там, в общем, любую монету, которая будет здесь держаться. И символ будет исполнен. То есть эту жабу, лягушку, обычно располагают задней частью к входной двери. Или китайцы любят ставить эту жабу в проточную воду, ну, в какой-нибудь маленький фонтанчик или, в общем, в воду. Считается, что чем больше будет воды возле этой лягушки, тем больше будет денег в доме, богатства, благополучия и так далее. Я не знаю, мы не проверяли, в общем, надо будет попробовать, кстати, может, хоть это как-то поможет бороться с кризисом. Но в данный момент мы предлагаем вам сделать это. Фэншуй, я не знаю, спорная, конечно, наука. Но говорят, что это работает. Поэтому покупайте вот такую вот лягушку, вставляйте ей монетку и, зная себе, считай деньги. Она сделана из крошки каменной, спрессованная с пластиком каким-то. И вот получилась вот такая вот ситуация. Это бюджетная, конечно, вещь. Настоящие лягушки, скажем таки, которые принято установить в богатых китайских домах, из зерны обычной, или из латуни, или из чистого золота. Ну, в общем, все мы сказали. Пожалуйста, покупайте вот такие вот символы, устанавливайте у себя дома и богатеете. Спасибо.